ПЕСНЯ ...президентский полк, в честь вступления в должность президента Российской Федерации, построит... ...Строит Владимир Владимирович Путин! Мы тоже виноваты в том, что сейчас происходит. Мы, условно говоря, уйдя в хотя бы кухонную, но оппозицию... ...но мы же виноваты в том, что сейчас происходит. И не только потому, что мы поверили, что Владимир Владимирович Путин хороший... ...а потому, что мы сами все это делали. ...Строит Владимирович Путин. Сначала президентом России в 2000 году... ...Владимир Путин стал самым популярным политиком в стране. И также президентом России. Сейчас события, дорогие мои, можно встать и начать обалдировать. Потому что данные композиции я еще не слышал, но это нечто. Я видела его вчера в новостях. Он говорил о том, что мир на распуте... ...с таким, как он легко и до моих гостям. И я хочу теперь такого как Путин. Такого как Путин. Это он, мужчина, которому нужно стремиться... ...каждому мужчине, каждому существу мужского пола, скажем так. Такого как Путин полного силу... Такого как Путин... ...всто пятьдесят лет никто не делал большой Кремлевский дворец. Это Александровский зал, Андреевский зал, Георгиевский зал... ...система аванзалов, хладоцентр, теплоцен, ресторанный комплекс... ...система связи Кремляет. Работало сто пятьдесят фирм... ...в том числе сорок восемь иностранных. У нас был свой авиатряд. У нас был свой таможенный терминал. Свой авиатряд был 32,76. Кремлен property chief, Павел Бородин... ...had signed contracts with foreign firms worth billions. The money was transferred through Swiss banks. In 1998, the Swiss authorities noted irregularities in certain transactions. The Swiss federal prosecutor, Carla Delponte... ...suggested to her Russian counterpart... ...that he open a judicial inquiry. Он был уверен, что он мог бы сделать эту тему. Он был уверен, что он мог бы сделать эту тему. И что это было невозможно сделать эту тему. Я получил эту информацию в том пакете... ...который я его положил на стол... ...и так еще даже подумал, думаю, стоит ли вскрывать или нет. Я чувствовал, что все это плохо закончится для меня лично. Despite these fears, prosecutor Skuratov did open an inquiry. He soon suspected a huge money laundering operation... ...hidden behind the Kremlin's golden doors. Павел Бородин и его команда... ...профит от их близких отношений с президентом... ...чтобы inflate the cost of the work. This allowed them to sign contracts... ...for several times the real price... ...and to pocket the difference. One of Borodin's privileged partners in this scheme... ...was a Swiss company called Mabitex... ...with whom he signed a contract... ...for 350 million US dollars... ...for interior decoration. Могу вам сказать, что я потом в Луган... ...видел объявление, что дверь... ...мобитек, что дверь... ...которая у нас стоит полторы тысячи франков... ...стоит двенадцать тысяч долларов. Дверь одна дверь. The scandal threatened to engulf... ...even the president of Russia, Boris Yeltsin. By the end of the 1990s... ...Yeltsin was gravely ill... ...and barely able to govern. So ill... ...that on the eve of a summit meeting... ...with President Clinton... ...the CIA didn't even know if he was alive. I first heard about this from... ...Secretary Albright in her office. She said to me... ...I guess you've heard the latest report... ...from our friends at the agency. And I said, latest? Yes, Yeltsin is dead, it seems. And the question was... ...is there anybody to go and meet? This was, needless to say... ...for President Clinton... ...an unwelcome prospect... ...to arrive and have a vegetable there. And there was serious consideration... ...given by the administration... ...to canceling the trip, because... ...with all of his own political problems... ...President Clinton did not want to look... ...as though he was... ...tethering himself to a corpse. The CIA was wrong. But Yeltsin's infirmity... ...meant that power in Moscow... ...was in the hands of an elite group... ...of close advisors... ...dubbed The Family... ...by the Kremlin press crew. ...the Alistair. ...at an elite group who... ...is just the real world... ...who... ...in what... ...for the physical, psychological... ...из it... ...for the bones of B.R.R.N. ...B.R.N. ...B.R.N. ...Rob chiaro L.N. ...B.R.N. 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 Друзья семьи, те люди, которые кормили их в финансовом смысле, становились, естественно, самыми приближенными и влиятельными олигархами в стране. Когда Фамилия взаимодействовала Владимир Путин, Россия была изменена forever. В автеме 1998, в Кремль-инсидерах, Фамилия, были искать новый премьер Минстор, за Елтином, чтобы поздравить его вновь. Они знали, что не было только найти нового герога, они были искать его вновь. Они искали его вновь. Россия в Конституции делает премьер Минстор, следующий в line, после президента. И даже если Ельцин был отверстия его территория, там было меньше, чем два года до следующих президентских элитов. Позвольный премьер-пост был лучший лоджер. Если человек садится в это кресло, не важно какой он, не важно каких взглядов он придерживается, электорат, население, вот так оценивает его шансы быть правителем. И в данном случае, крестом премьера нам удалось совершенно точно вычислить, сколько оно стоит, в смысле, электорально. Оно стоит от 20 до 40%. All the candidates proposed by the family were rejected by parliament. Ельцин finally had to accept Евгений Примаков as prime minister. This former foreign minister and ex-chief of the intelligence services was close to the communist majority in parliament. Его скорее рассматривали как человека, который всех устраивает. как человека, которого знал Ельцин, как человека, который исповедует левые советские взгляды, и потому приемлем для левой, тогда левой Государственной Думы, для человека, который внушает, ну такое, доверие международному сообществу, друга Мадлен Олбрейт и Саддама Хусейна одновременно. Он так с гордостью про себя говорил. The new prime minister tried to rein in the family and demanded a government report on the true state of corruption and economic crime in the country. Within weeks, the report was on his desk. Примаков had declared war on the family over the Mabitex affair. But the real winner would be neither the family nor Примаков, but Vladimir Putin. The Russian prosecutor general sent investigators to Switzerland. They found a personal bank account of $6 million in the name of Pavel Borodin, the property chief of the Kremlin. When they searched the Mabitex offices, they found credit card statements for Yeltsin's daughters and a bank card in the name of the president. On February 1st, 1999, prosecutor Skoratov was called into the Kremlin to see the president's chief of staff. It was just 10 days since the search at Mabitex. The Kremlin was hitting back hard, hard and below the belt. The Kremlin was asked for the Kremlin. He asked for the Kremlin, who is still known about this matter of Mabitex, so he asked me these questions. He said, he wanted to show you one video material, and I put this cassette. When I looked at it, the person who is depicted on this cassette, he was really similar to me. And I started to think, how will it be, if they will show this cassette on TV, if they will show it to the Kremlin, if they will show it to the Kremlin, if they will show it to the Kremlin, and it is a state of shock, when you are rational, you don't start thinking. But in the end, I asked him, he said, he said, he doesn't want to work, so he needs to write a statement about the Kremlin. He asked me, if he asked me, or he asked me, or he asked me, I don't want to be interested in it. I don't want to be interested in it. Blackmail is a tried-and-tested Kremlin tool. The family was believed to hold incriminating cassettes on many senior public officials. But Skuratov did not give in to the blackmail and continued his inquiry with his Swiss colleagues. On the 23rd of March, Carla del Ponte herself came to Moscow. She had some new documents on the affair. She had some new documents on the affair. If I remember the documents that I brought, I made the minister that it was not possible that I gave him the documentation or the information on an trial trial. Carla del Ponte successfully avoided the Ministry of the Interior and refused to sleep in the prosecutor's residence. The following day, the Swiss prosecutor left Russia with no further incidents. Meanwhile, the cassette was shown to members of parliament to justify Yeltsin's demands for the dismissal of the prosecutor general. But the deputies were not convinced by the recording and refused to let Skuratov go. The next move for the Kremlin, leak the video. I went to the montage, I put the cassette on the cassette, and immediately вокруг me formed a circle of my friends and friends. And we started to, put a hand in the screen, to try to understand, who is represented among the three bodies of the different bodies of different poles on this cassette. And I have a clear opinion on who is represented on this cassette, Если он является Генеральным Прокурором России, то у нас тогда не создалось. Путин был глубоко ввлечен в дело Скуратова. Но вот это дело расследовал Путин. По-моему, сильно понравился президенту Ельцину. И, наверное, они тогда обратили пристальное внимание на него. Путин had proved to the family that they could count on him. After his public intervention, a judicial decision was made to make sure that they could count on him. A judicial inquiry was opened on Prosecutor Skuretov. He was sacked and forced to abandon the Mabitex affair. The family had won the first round, but the game was far from over. The presidential elections were just 14 months away. Примаков was still prime minister and still pursuing his anti-corruption campaign. He was still riding high in the opinion polls. The majority of Russians wanted him to be the next president. So the Kremlin prepared his downfall. The first public sign of the maneuver was a game of musical chairs. На заседании хор комитета необходимо определить And there was the DDP of theовыеοι rubber � bathки. I believe that he's already been artificed in his candidacy in its form, he was a matter of the otherếu. The DDP of the geotejay was a matter of the dialog in the direction of Knoxville, and he was elected designers. If he was ice It didn't kill anyone 1st? Notirrelise. Сергей Вадимович, пересядьте. Первый зам председателя правительства Сепашин Сергей Вадимович. Продолжение следует... Примаков был ссacked. Сепашин took his place. Примаков did not disappear from the political scene. With the all-powerful mayor of Moscow, Yuri Lushkov, he created a new party, the Fatherland. Примаков publicly denounced the corruption of Yeltsin's entourage and asked to see the Kremlin's accounts. The new party flew up the opinion polls. In the Kremlin, the family was in panic. They had to find a successor to Yeltsin, but they were short of candidates. Reformers or apparatchiks, no one seemed sufficiently docile and loyal. It was then the family remembered Vladimir Putin. He'd proved with the Mabotex affair that he could be relied on. В июне 99-го года я случайно одним и тем же рейсом из Штатов летела Статьяна Борисовна Дьяченко на нее машивает, то есть дочерью Бориса Николаевича. Ну, лететь долго. Ну, естественно, мы были знакомы. И затем начали меня спрашивать, как этот, вот вам Ксения, а как этот? Ну, так просто, такой разговор на политический тему. Как вам Путин? Я говорю, Путин, а какой Путин? А он же к этому времени был председателем ФСБ, если я правильно помню. Говорю, да ладно, ну что вы, Таня, какой вообще Путин? Вот, то есть тогда уже, конечно, это был серьезный проект. Why Путин? After the collapse of the Soviet Union, this former KGB colonel started a new career as an apparatchik, in the shadow of the powerful mayor of St. Petersburg, Anatoly Sobchak. Sobchak took him on as deputy, then in 1996, put him in charge of his re-election campaign for mayor. This was Путин's sole electoral experience. He failed. Sobchak lost the election, Путин lost his job. He could have gone into business, but he chose a different route. He went to Moscow and was hired by none other than Kremlin property boss, Павел Бородин. Путин сам приехал. Он весьма толковый, порядочный человек, исключительно деловой. И я его пригласил работать. Путин became Бородин's deputy. In less than two years, he was made head of the FSB, successor to the KGB. But how could the head of the secret service become heir to Yeltsin? The family chose him for his loyalty, but also because, like Primakov, to the electorate, he represented law and order. And if Putin managed to win over the family, it was because he has another talent, a talent which is essential for anyone who wants to survive and thrive in Kremlin intrigues. He knows how to please. Eleanor Tregubova, one of the most influential Kremlin journalists, had personal experience of Putin's talents. One day she received a lunch invitation from the head of the FSB, who had decided on a charm offensive. G.B.-шник для нас это было серое, убогое, тупое существо, которое, ну, человеком точно нельзя назвать. Это что-то такое из низшего ранга и вообще-то совершенно неприкасаемое в плохом смысле, да. Вот. Здесь для меня было открытием, что человек не идиот, что человек не одноклеточный, что человек довольно точно коммуницирует, очень хорошо подстраиваться под собеседника, заставляющий тебя думать, почувствовать иллюзию на какую-то секунду, на несколько минут, что он человек одного с тобой круга общения, интересов, образования. Но вот ты в личном общении не понимаешь, что. Не понимаешь, что происходит. Мимикой, подражательной какой-то, жестами, расположением туловища, тела. Все эти техники, на самом деле, давно известны. Эти шпионские техники вербовщика, да. В то время я отдыхал во Франции, на юге Франции, в Биорице. Я взял самолет и прилетел к нему навстречу. И в течение дня там мы с ним... Он там отдыхал с семьей, с двумя дочерьми, очень скромно должен заметить, без всяких излишеств, очень скромной гостиницы. И мы там с ним день проговорили на эту тему. И в конечном счете, Путин сказал, что он согласен. Путин смогли покорить их. И он всегда говорил, и мне говорил, что, Сергей, вы же знаете, как я упирался. Вы же знаете, как я не хотел. Меня же заставили. Его уговаривали. И уговаривали, что вообще ничего не надо будет делать. Володь, ты вот, ты хочешь на работу? Ну, и ходи. И только будешь проходить в другой кабинет. Все распишем, все сделаем, все подготовим, все решения обоснуем. Все сделаем, старичок. Все будет нормально. Все сделаем, все сделаем, все сделаем. УС. Треасури. Мы investigating. The family had to act fast. They decided to launch Putin. The events in Chechnya were well-timed. The morning of the 5th of August, several Chechen groups, commanded by Shamil Basayev, crossed the frontier and penetrated without resistance into the Russian province of Dagestan, with the goal of establishing a Muslim state in the Caucasus. The Russian army responded with a gigantic operation. Moscow was plunged into a new political crisis. Yeltsin took his chance to change the prime minister. It was a tough situation today in Dагестan and in Cавказ. I just came from there. Perhaps we can really lose Dагестan. Now, let's go to the next day. In the morning, I was president. He signed a letter to my leave. He was a good job. I sent him a leave. He signed a letter to Vladimir Putin, Secretary of Security and Director of the FBI. August 9, 1999. The world learned that an unknown functionary named Vladimir Putin had become prime minister, a heartbeat away from president. When we heard the news, we thought Russian politics had now become ultimately and incorrigibly unpredictable. that such a person as Putin, somebody who was, you know, a sort of low-level bureaucrat in the estimate of most people who dealt with him, could be, you know, positioned to become president if anything happened to Yeltsin, seemed absurd. Putin was completely unknown to the wider public, and there were only 10 months left before the presidential elections, so he had to court public opinion, starting with those he understood best, the military. He visited the units fighting in Dagestan under the command of General Sharmanov, one of Russia's best military leaders. for people, of course, of course, of course, the arrival of Putin is a symbol, that the president of the government is with us. It is a kind of spiritual shift. But for the military leaders, for the commanders, the most important thing is that it is simple. that he wrote about the military documents, that he did not do with the Gorbachev's time. So, all of them were in the words, they were in the words and then, they were in the sense of the way out of them. Thank you. Thank you, Mr. Minister. Thank you, Mr. Minister. Для меня Путин стал государственным человеком, с которым я пока будет позволять мне моё здоровье и жизнь, да, готов прошагать. Но фотографии нового премьер-министра с милитарем не было достаточно, чтобы он был популярен. Десять месяцев после премьер-министрации, Путин стоял на 3% в полях. Примаков был около 20%. How could the situation be reversed? There was only one way – television. Berezovsky brought back Sergei Dorenko, a top TV journalist from Channel 1. Dorenko had been taken off the airwave some months earlier by Primakov, who didn't appreciate his frankness. Березовский пригласил меня поработать, и он сказал, что вот видишь, какая ситуация, вот сто тысяч мест на нарах, вот так надо идти, надо что-то делать. Я сказал, Борь, ну, во-первых, Примаков меня и так, и так повесит. Таленко сказал, послушай, я вообще понимаю, что Примаков победит, но мне не хочется что-то при нем в этой стране жить. И поэтому я понимаю, что повесит сначала тебя, за тобой повесит меня, но хоть по-казаку им напоследок, это вот прямая речь. Доренко was given a weekly Sunday evening prime-time broadcast on Channel 1, which belonged to Berezovsky. It was the most watched program in Russia, and every fortnight Putin was Доренко's guest on the program. Мы встретились с премьером в аэропорту, когда он прилетел из Еревана. Для нас ясно одно, что уровень правовой культуры на постсоветском пространстве, он способствует росту терроризма, к сожалению. И мне тогда, кстати, не понравилось, что он нисходительно пренебрежительно всегда говорил об электорате. Он говорил пренебрежительно, что вот, Сереж, то, что вы покажете, то и будет. Эти люди ничего не узнают, да им не надо знать. Если вы не покажете, это уже не было, правильно, Сереж? Он мне говорил. Вот это его фраза. Если вы не покажете, это же не было, правильно, Сереж? С момента, как я узнал об этом взрыве, я смотрел до тех пор, пока не наступило утро. Потому что, мне кажется, телевидение давало для нас такую чудовищную сопричастность к чужому горю, ты просто, мне кажется, заболеваешь, и потом после этого надо лечиться. 300 people were killed in the explosions. Россия had never known attacks on this scale. Even today, no one knows who was responsible. At the time, the authorities immediately accused Chechen terrorists of the attack, provoking a wave of xenophobia. But there's another popular theory, implicating the FSB, Putin's former ministry. Мы до сих пор не знаем всей, как бы, правды об этой ситуации. Но то, что некоторые, допустим, их представители могли быть в курсе, вот, планируемых чеченцами этих, и, как бы, использовать это обстоятельство. Но то, что оно было использовано в политических целях, это понятно. Путин заявил, что деньги, которые прошли через... It was a turning point. Three days after the first explosion, Putin met President Clinton and presented him with a detailed battle plan. He sat down with President Clinton and drew a map of Chechnya and told him, you know, what Russian operations were going to be like. We couldn't make much sense of it. But it was clear from what he communicated there that he was seeing this issue as his most important one in his portfolio. When he spoke to the press, Putin reverted to old-style Soviet-era KGB language. It's hard to call these people people, even to call them zombies. If they're zombies, they're angry. And what can they do, простые люди? At least to show up to them. That's what we need to do. After he returned to Russia, Putin no longer spoke of terrorist groups, but began to blame the Chechen nation. Putin justified his order to the army to bomb Chechnya in an unorthodox manner. We will be following terrorists everywhere. In the airport, in the airport. We'll see you in the toilet. We'll see them and we'll see them in the store. We'll see them in the end. He said, he made it, he was a good man. Then he checked on me. I was like, maybe, at some point, even a lot. I thought, maybe it doesn't need it, maybe it's too expensive. I said, no, no, it's very successful, because it's quality and clear. It's all clear. And the most important thing is the emotion. You can't always be able to do yourself like a fried chicken. On the 1st of October 1999, the Russian army invaded Chechnya. Public opinion supported the new war. Vladimir Putin rose to 15% in the opinion polls, but it wasn't enough. So, away from the cameras, the Kremlin created a committee of support for the Prime Minister. It was basically a campaign staff for Putin. He was given the full support of the state machine, money, and the best spin doctors, like Ksenia Ponomaryova, the ex-chief of Channel One. The first stage was the parliamentary elections in December. If Primakov's party won a majority, no one would have been able to fight him in the presidential elections. As for Putin, he didn't even have a party to support him. The family met in secret. I remember the meeting with Voloshin on the farm, where Voloshin, Putin, Tania, the daughter of Yeltsin, Valentin. I was talking about the need of creating a political power, where the potential of the administrative resources, and so on. And they all thought it was a mess. Berezovsky managed to convince them. And two months before the election, he created a new party, with, as leaders, a sportsman, a minister, and a magistrate. The party had neither an ideology nor a political program. At the same time, Sergei Dorenko was waging a no-holds-barred TV war against Primakov. Sordid details came out about the ex-prime minister's state of health, and his ally, the mayor of Moscow, Dorenko was accused of corruption. Humiliated by these attacks, Primakov proposed a ceasefire. He offered to support the government if Putin put an end to the media offensive. Dorenko immediately responded on air. Dorenko was proposed to Putin. We have a dirty campaign, because there are dirty politicians. And the support from the people with the criminal reputation is hardly needed to Putin. And that support, rather, is compromising. The parties of the U.V.R. are the parties, of which it is extremely difficult to get out. Мне даже во время предупрежденной кампании уже приезжал заместитель Лужкова. Просил только об одном, чтобы последние четыре передачи Доренко, не дай бог, не вышли. И предложил совершенно невероятные деньги, когда потом Доренко рассказал. Я говорю, Селёша, слышишь, вот такая история была, я просто тебе рассказал. Он говорит, что ж ты мне не рассказал, ну за такие-то деньги, конечно. Это было интересно. The elections were now just weeks away. In Chechnya, the Russian army had arrived at the gates of the capital, Grozny. The army had met their objectives. The military proposed a pause in the fighting. Мы, военные, настаивали в начале последующих действий, с установлением весенней погоды в следующем году. Потому что здесь как бы наступало два очень таких существенных момента. Первый, самый главный, увольнялись военнослужащие по призыву. А они, как бы ни говорили, на тот момент составляли основную массу солдат. И второй, это неблагоприятный метеорологический фактор. В это время большое обилие туманов, идет дождь со снегом. Сейчас непонятно что будет с Грозным. Что мы берем их из мором, стоим там всю зиму пока не высохнут все и не упадут. Или в чем тактика, что делать с Грозным? Что касается тактики, то это дело военных. И я бы не хотел задаваться в детали. Хотя есть различные варианты развития ситуации. Какой у него политический результат? The conflict in Chechnya was an integral part of the election campaign. The opinion of the generals no longer counted. The political decision was very simple. The war must go on. А на чем? А на чем было уговаривать? Вот избирателей. Вот на чем единство можно уговаривать? Экономика? Ноль. Все, что не касается социалка, ноль. Тяжелейшая ситуация, чтобы вспомнить. На чем-то надо было. Вот за что, допустим, избиратель должен полюбить единство? Вот за какие заслуги? На чем-то 19-е годы выбрали Путин. На чем-то 19-е годы выбрали Путин. С 23% от выбора, эта партия, без каких-либо политических программ, два месяца после выбора, убрали Примяковский партия, который только 13%. Противник сломлен. И я уже тогда говорил, кто победит на парламентских выборах, тот победит безусловно на президентских, потому что это просто чистое политическое поле существует под асфальт. Он победит на парламентах. Миссия выполнена, Березовский решили, чтобы перейти на праздник. В последний раз, праздник, праздник, было 6 месяцев. Это 31-е годы, начиная праздник в России. В целом стране готовились к празднику нового года. Мы на 30-е годы, в штабе, который еще не штаб естественно, а так группа. Мы попрощались, отпросились до 3-е годы. Я тут на кухне салат режу. Типа гости придут, Новый год встречать. А поскольку я не узчанки, у меня, естественно, телевизор работает. 12 часов вдруг появляется Байс Николаевич, думаю, что это такое. То ли что-то повторяет, то ли... Опа! Съемка протокольная, коротенькая, то есть надо было отсняться, отправить материал на каналы. И после этого, вроде так, ничего не предвиделось. Думали, ну где-нибудь там до часов двух-трех и по домам уже, все как настроены так были. Вот. Я встал, наверное, традиционно свою точку, значит, на встречный план, значит, справа от президента, сейчас я сниму Бориса Николаевича, потом восьмерочку сделаю, сниму премьер-министра. Общие планы на этом, собственно, съемка. И заканчивается протоколем. Вдруг Борис Николаевич говорит, я ухожу. Мне нужно все уйти красиво, чтобы, во-первых, показать бюро России, сейчас хорошее, улучшается, постоянно подъемы. Слушайте, у меня опять руки дрожат, начали. Это забыть невозможно. Вы знаете, это, пожалуй, одна из самых экстремальных ситуаций в моей жизни. Я бы себя с рук-то снимал камерами, а тут смотрю, у меня и кадр-то был. И каждый момент происходит, то, значит, эти офицеры спецвязи пришли с этим пультом, который чемоданом называют, его передавать, значит. снимаем. Снимаем. Ваш кабинет. Снимаем. 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 Ну, по моим наблюдениям, только, по-моему, Владимир Владимирович был в курсе дела, но он, человек настолько выдержанный, ну, вот он, когда нужен, он такой непроницательный. Ну, все просто, значит, не знал никто. Я вам гарантирую, что я видел по выражению лиц, вот, людей там, и в приемной, когда я вышел, секретариат, чтобы все были просто... Елтин's departure was perfectly timed. Путин was riding high in the polls, enough to see him through the election. But who would have the courage to suggest to Елтин he should go? Once again, it was the family that had taken the decision. Эта идея обсуждалась между Валей и Юмашевым мной еще осенью. Просто обсуждалась, да? и Юмашевым было полностью было реализовано Юмашевым. И день тридцать первый придумал Юмашевым. Все остальное придумал Юмашевым. И, собственно, самое главное, что он уговорил Борис Николаевича после этого не так вот. Елтин seemed slow that happened. UT have resigned with grace. Putin promised not to make changes in the Kremlin hierarchy and to carry on with the j lazins reforms. The first decree signed by the new president guaranteed the judicial immunity of Boris Yeltsin and his family. Сл. Ковронский Юрий Владимирович Субтитры создавал DimaTorzok Путин – телевизионный президент. Он создан телевидением. Он молится на телевидении. Он смотрит телевидение. Он считает, что он управляет страной с помощью телевидения. Я просто знаю доподлинно, что он лично участвует в редактировании своих собственных эфиров и в повестке дня важнейших информационных программ. Лично. Путин – телевизионный президент. Думаю, утвердить музыку Александрова. Мелодия бывшего советского кино. На 26 марта 2000, Владимир Путин был выбран президентом Русской Федерации с 52% голосовым голосом. Путин был выбран президентом Русской Федерации. в Кремле, restored by Павел Бородин и Маботекс. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принести присягу народу России. Клянусь, при осуществлении полномочия президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Despite his promises, President Putin neutered the free press and crushed all opposition. But he respected certain agreements. The investigation into Mаботекс was suspended, due to Moscow's lack of cooperation. Yeltsin and his family have never been touched, but Yeltsin's policies have been abandoned. They all thought Putin would be putty in their hands, but he shook off both his masters and his allies. Boris Berezovsky, Eminence Грис and personal friend of Putin, had to flee the country under the threat of arrest. He was granted political asylum in the UK. How do you evaluate the efforts of Boris Berezovsky in creating opposition to you? Who is Boris Berezovsky? Who is he? At the cost of freedom, Putin has brought stability and a sense of security to Russia, and Russia rewarded him with a massive re-election victory. But the Constitution limits him to two four-year terms which expire in 2008. We don't yet know how, or if, his successor will come to power.